Крик! Это сверчки? Нет. Это шаги времени по коридору. Понятно. Нет, ты не понимаешь. Знала бы ты, какой ад детства для нас, взрослых. Я наблюдал жизни своего уголка и составил перечень тысячи взглядов для каждой потребности дня и ночи. Хотя в поле моего зрения были только улыбки. Потом я перешел на носы и постепенно моя жизнь стала приобретать физиономию в ожидании благословенного потопа, которого все нет и нет. Потом мое внимание привлекли врачи. они появлялись по три сразу. Мой брат заставлял меня встречаться с ними, особенно первое время. А потом, естественно, смирелся, поцеловав меня на прощание так, как матери целуют своих детей, чтобы утешить их в той невыразимой горечи, от которой содрогаются горы и ворчат небо. Декабрь, январь, я слышал, как бушевали бури, как дождь стучал по железной крыше, какой грохот в шалаши. Иногда возникали воспоминания. И тогда я видел, как летают коньки крыши, и как мой отец загоняет улетевшую шляпу Танина на помощь. Это мы, воспоминания, они цеплялись за карниз, а я наступал им на пальцы, чтобы они сорвались и подлетели вниз, как в кино. Но это было еще не потом. И тогда я снова шел, как внух. Вот они, женщины с волосами, развивающимися на ветру. Эй, блондинка, ты меня слышишь? Я рассказываю о себе. Спустись в мою одиночную камеру, я видел отсюда многих женщин, и я их желал. У меня даже обострился слух. Да, я слышал, как ползут резинки, как трусики поднимаются и опускаются в вертикально колебательном ритме и издают звук, подобный тому, который издает чиш, когда он ловит блоху своей подружке. У нас во дворе было много чижей. Разве я вру? Разве я вру? Я знаю, что 7 и 7,49, но бывает мне, когда все кажется таким несовершенным. Особенно под вечер где-то. Шесть, половина, седьмая. Солианом. Я хочу трахаться с тобой. Со страстью, с томлением, с трепетом. Это будет маленькая кража, ты даже не заметишь. А потом я задам тебе много интересных вопросов. Один из них я задам тебе сейчас. Как ты думаешь, у Бога есть пуп? Можешь сразу не отвечать. Алло? Алло? Ты меня слышишь?